В комплексном центре социального обслуживания населения функционирует отделение дневного пребывания полустационарной формы социального обслуживания. Цель работы отделения дневного пребывания заключается в том, чтобы подопечные центра чувствовали себя полноценными членами общества. В отделении дневного пребывания царит домашняя атмосфера. Созданы все условия для активного отдыха и реабилитации. Заведующее отделением дневного пребывания Нурежа Джамбекова подробно рассказала о комплексе социальных услуг. В отделении дневного пребывания царит домашняя атмосфера. Созданы все условия для активного отдыха и реабилитации. Зал с мягкой мебелью, у нас телевизор, караоке, музыкальный центр. Мы выполняем всякие услуги, которые, например, человек одинокий по каким-то разным причинам. По причине, что, например, дети уехали. Многие наши подопечные оказались одинокими дома. И им хочется какой-то досуг найти где-то. И таким образом как-то они к нам попадают. Мы их тоже ищем. Люди, которые ходячие. Есть подопечные надомного отделения, которым наши социальные работники ходят на дом и обслуживают их дома. Есть услуги бани. Есть парная. Она у нас стоит для пенсионеров 50 рублей. Обычно у нас неделю один день, в четверг приходят. Из общества слепых есть определенная категория людей, которые проходят каждый четверг. Есть парикмахер. Она принимает пенсионеров каждый день с 8 до 5. Есть определенные дни, когда она ходит на дом к участникам войны. Они у нас обслуживаются бесплатно. Она ездит к ним по вызову домой и стрижет их дома. А те, кто сюда, кто ходит пенсионеры, у нас стоимость стрижки 50 рублей. Это очень дешево по сравнению с тем, что в городе люди ходят в парикмахерскую. Есть у нас школа по обучению основным компьютерной грамотности. Медработник КАЦСОН Джамиля Алиева поведал о видах медицинских услуг. Оказываемым отделом дневного пребывания подопечным. Подчеркну, что все услуги выполняются в соответствии с всех правил здравоохранения. Подопечным услугой выполняем массаж. Выдаем медикаменты, давление измеряем, если понадобится. Здесь у нас есть массажер, если можно, вот этот. И вот тренажер. Это тоже мы услуги выполняем. У нас, вот мы выполняем общий массаж. Мы лечебные, вот такие массажи не выполняем, потому что... А так мы общий массаж выполняем. И какие-то нужные услуги все равно медицинские, все равно выполняем. Можем даже уколы, такие тоже услуги можно выполнять. Подопечный отдела эссимбулатов у Марпаша, проживающий по улице Заречная 1-Б, отметил прекрасное отношение сотрудников к подопечным, подчеркнув, что та доброта и уважение, которое проявляют работники, бесценно. Просто я не очень разговорчивый, я не могу просто говорить, тоже нормально. Но здесь, здесь прямо вот сказать, я первый дом мне здесь, а второй у себя дома. Я постоянно здесь бываю. И вот наш заведующий, вот она мне водила за счет Горгаза, она мне помогла очень. Она водила меня как будто за руку. Вот просто, просто никто не... Я не ожидал такого, это самое, уважения. Но очень-очень добросовестные. Все-все работники работают нормально, работницы. Просто они думают, они, как я захожу, чай будете пить? Я говорю, не буду пока, или буду, давайте наливайте. Вот, вот так вот я живу здесь, можно сказать. Я один сам живу, дома тоже один. А здесь, когда прихожу, все родные мои. Вот просто, да, до того мне хорошо здесь. Ветеран педагогического труда Балатхан Халиулаев часто посещает отдел дневного пребывания и отмечает, что тут царит семейная остановка. Он вместе с остальными подопечными часто принимает участие в мероприятиях, организованных центром. Они не только защищают, они заботятся от души, как со своими родственниками, как со своими близкими людьми. Для тех, у кого нет возможности готовить дома пищу, обеды бесплатные здесь есть. У них есть книга благодарностей, мы туда пишем свои благодарности. Очень радуюсь этому. У нас есть один ветеран, Ганиев, тоже одинокий. Каждый день он дуа делает этому заведению за то, что заботятся о нем. Директор комплексного центра Меджидова Зульфия в своем рассказе отметила внимательность и профессионализм работников отдела, которые пытаются помогать своим подопечным, порой в решении личных проблем. Мы тоже их любим, как своих пап, как своих дедушек, девочек. Они очень уже привыкли к нашим работникам. Даже был у нас такой случай, что один подопечный, наш Сапиханов Мурадис, который к нам ежедневно приходил ко дню учителя, хотели представить его как ветерана-педагога. И наша специалист, сейчас она, ну, лежат заведующей отделением, позвонила к нему на номер телефона, и его не нашли. Ну, в смысле, он не отозвался. Три дня мы беспокоились, потом на третий день решили поехать к ним домой. Вот этот, ну, лежат со своими специалистами, поехала домой. Оказалось, что его нет дома. Вызвали МЧС, вызвали на ряд участковых. И домашним, дома он одинокий, его сын работает в Москве. И родственникам тоже сообщили, искали. Везде в инстаграмм тоже его показывали. Пропал мужчина. Ну, к сожалению, его не оказалось на этом свете. Его нашли. Ну, вот такую работу, благодаря дневному отделению, одиноких, престарелых наших подопечных, мы как-то берем под крыло, оказываем им необходимую помощь, им необходимую поддержку. Даже в той сфере, в которой учреждения ходят, они за свет, за газ, Горвод канал, где им более тяжело, доступно. Наши девочки ходят, помогают им оформлять документы. Даже бывает, в поликлинику они с ними ходят, в пенсионный фонд ходят, их вопросы решают, какие справки им надо делать, какие услуги им надо оказывать. Наши девочки их поддерживают. Основными задачами отдела дневного пребывания является выявление всех видов деятельности, интересующих подопечных, и реализация мероприятий социокультурной реабилитации, осуществляющих культ организаторами, с привлечением специалистов других учреждений, состоящих в штабе. Курбан Гирейханов, Пермагомед Пермагомедов, информационная программа «Пульс».